К нам в студию пришла Татьяна Слабкова. Это педагог-психолог и таролог. И, Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Какими энергиями наполняется и для кого как будет это лето по знакам зодиака? Да, давайте сделаем общий гороскоп для всех знаков зодиака. Какие же энергии ждут всех знаков зодиака, опять повторяюсь, наступающим летом. Итак, начнем мы с тельцов. Какие энергии наступающие? А вот у меня вот так, вот здесь вот кружочек вот такой, я с ним большая подсказочка. Обычно с овнов начинают. А вот я хочу с тельцов. Согласен, это все время с овнов до овнов. Мы немножко поменяем, мы начнем с тельцов. Я обычно со стрельцов, потому что я со стрелец. Но здесь вот не хочу переворачивать, перевернула на тельцов. Ну хорошо, мы повинуемся и служим внимательно. Тем более, Татьяна, рыбами, если овнами начинают, рыбами заканчивают. Так что надо будет подождать, да. Итак, тельцы, общая энергетика наступающего лета. Смотрите, выпал Паш Пентакли. Это говорит о том, что в жизнь идет какое-то начало. Некое начало, некие перемены, зернышко. Возможно, даже какое-то обучение, развитие. Либо связь с детьми. То есть летом могут провести вот в таком семейном кругу. Это тельцы. Да, дальше у нас идут близнецы. Оп, энергетика наступающего лета для наших близнецов. Давайте посмотрим. Смотрите, карта смерть. Пожалуйста, не пугайтесь этой карте. Никто физически не умирает. Это будет некая трансформация для наших близнецов. То есть что-то отмирает, и они этим летом перейдут в новый этап. То есть будет обнуление. Может, не будет такое прям радужное, немного болезненное, но все-таки обнуляться придется. Это вот для близнецов. Для раков. Готовьтесь морально, близнецы. Да, для раков. Обнуляться всегда здорово. И идти в новое. Прощаться со старым и идти в новое. Раки у нас. Давайте посмотрим, что ждет раков. Раков ждет Паш Мечей. Знаете, это такая немножко воинственная карта. Она не про эмоции, она именно про логику, про разум. То есть идут какие-то такие немножко воинственные энергетики, с которыми нужно будет справиться. Справятся ли раки? Давайте спросим. Справятся ли у нас раки? Да, справятся. Причем они будут очень довольны. Видимо, концу лета прям девятка кубков. Они будут удовлетворены вот этими своими какими-то... Девять кубков, конечно. Да. Даже звучит уже сразу победоносно. Совершенно верно. Так, и львы у нас, да? Общая энергетика для львов наступающего лета. Смотрите, некая пауза будет. Некая пауза, то есть люди будут отдыхать. Это может быть отпуск. Ну, лето. Да, отпуск. Это немножко от работы отдохнуть, да? От семьи даже. Такое небольшое успокоение. Лето на то, оно и есть лето. Это львы. Девы у нас. Только львы, получается, будут отдыхать, да? Ну, сейчас посмотрим. У дев лето будет наполнено эмоциями, чувствами, положительными такими энергиями. Либо они будут встречаться, общаться вот с такими вот дамами, которые будут располагать и помогать. Именно с дамами? Ну, дама выпала, да. Либо будут сами в амплуа в таком находиться и будут дарить любовь, чувства, ощущения, наполненность и счастье окружающим. Весы. Смотрим. Может, влюбленность какая-то там ждет, там эмоции. Может быть, влюбленность придет, да. А у весов, посмотрите, дама Пентакли. Это что? Лето будет стабильным, устойчивым, таким, не будет хаоса летом. То есть будет все по порядку у наших весов. Вот как наметили, так и будет идти некая схема. Хозяйственность. Денежка также будет присутствовать. Надеюсь, что они успели составить планы уже на лето. Да, хорошее лето. Чтобы все шло по плану. Да, скорпионы, да? Давайте посмотрим общая энергетика наступающего лета для скорпионов. Императрица, рост. Однозначно будет рост, будет развитие в какой-то сфере. Видимо, может, уже какой-то зачаток был положен, да. И вот в течение лета будет рост. Но не торопитесь, дорогие скорпионы. Императрица, она у нас вообще на карте беременная. И поэтому рост может идти только летом начаться. Ну, допустим, 9 месяцев будет развитие. Не так все быстро, но развитие, комфорт, изобилие скорпионов ждет. Ну, приятные перспективы, что уж тут говорить. Да, стрельцы, да? Я стрелец, давайте посмотрим. А вы, стрельцы, посмотрите, у нас что-то заканчивается. Это десятка мечей. Это что-то заканчивается, с чем-то будем прощаться и идти в новое. Вот, не пугайте, здесь человек не умер, хотя вот тут 10 мечей у него воткнуты в спину. Просто тоже нужно будет пережить какой-то этап и не печалиться. Давайте достанем еще одну карту. Справятся ли стрельцы с этим переходом, да? Да, справятся. Посмотрите, какая классная карта. Четверка жезлов. Это праздник, это успех, это радость. То есть через тернии звезды. Совершенно верно, с чем-то нужно будет распрощаться, да, что-то пережить, какой-то период и войдем уже в радужный период. Так, у нас козероги, да, смотрим козерогов. Козероги, а лето будет активное. На коне. На коне, эмоциональное, такое огненное. Это рыцарь жезлов. Будут достигаторами, много целей и будут двигаться к достижению их. Так, водолеи смотрим. Смотря на лето, они будут достигать своих поставленных целей. Молодцы. А вот водолеям этим летом не нужно никуда торопиться. Нужно взять какой-то тайм-аут, не трясти зеленую яблоню, как я говорю, зелеными яблочками. Это время, лето будет для расслабления, для каких-то обдумываний, да. Не торопиться. Все идет как нужно. Вот, все под контролем у ангелов. Вот, нужно просто подождать. Не вот, не торопить коней, как говорится. Рыбы. Рыбы, давайте посмотрим. Общая энергетика наступающего лета для наших рыб. Посмотрите, король Пентакли. Король Пентакли лето будет стабильное. Лето будет устойчивое. Прямо будете плотненько стоять на ногах, ощущать почву. Также денежка будет. Потому что, ну, Пентакли-то у нас за материальный мир денежка будет. Если кто-то ищет партнера, свободен, то, пожалуйста, король Пентакли вас ждет. Очень классный король, лучший король всей колоды. Что это значит? Надо искать рыб среди знакомых? Рыб среди знакомых. Не обязательно рыба. Это может быть любой король любого знака зодиака. А если вы в паре, то ваш молодой человек активизируется и вообще будет вам много внимания дарить, оказывать. То есть хорошее лето у рыб. Стабильное, устойчивое. У всех все хорошо получается. Как ни послушать, все хорошо. Овна еще. Давайте посмотрим овнов. Общая энергетика наступающего лета для овнов. Двойка кубков, супер, любовь, партнерство, будет счастье. Если давно искали, например, какого-то спонсора, да, либо какого-то товарища, чтобы он вам помог в чем-то, пожалуйста, новое дело, партнерство, этим летом все получится. Либо любовь. Кто был одинок. Кто был одинок, пожалуйста, встреча с партнером. Кто в паре, ну так же, да, это и романтики, это и поездки, это, знаете, такое новое дыхание в старых отношениях, так будем говорить. Татьяна, последний вопрос. Все эти прогнозы, они на какой период? С какой даты начинают действовать? Смотрите, ну, во-первых, надо было мне вначале сказать, да, это общего характера, конечно же, прогноз, 100% и исполнится для всех, это просто невозможно. Нас будет смотреть большое количество зрителей, кому-то срезонирует, кому-то не срезонирует. Но начало, как мы уже сказали, с 1 июня до 30-31 августа включительно на все наше лето. Татьяна Славкова, педагог-психолог и таролог была у нас в студии.